В 76-м доме по улице Щерса скоро заработают новые 9 лифтов. Все, которые ходили раньше со второго этажа, теперь будут останавливаться на первом. Заработают оповещающие сигналы для слабовидящих, да и выглядят новые подъемники более эстетично, чем те, что отслужили 42 года. Единственное, что не удалось расширить проемы, но тут ничего не поделать. Шахта лифта слишком узкая. Технически они уже давно в свою норму выходили. Соответственно, было решение, либо они встанут у нас в определенный момент, либо поменять на новые. Жители проголосовали, у нас 9 этажей, мы всем хотим с удобствами передвигаться. Почти тысяча жителей проживает в нашем доме, так как маленькая деревня. Соответственно, есть разные люди, у пожилых очень много людей, участников Великой Отечественной войны. Дом на Щерсе один из 72 попавших в программу капитального ремонта. Всего в этом году заменят 230 лифтов. Их сдача запланирована на первый квартал следующего года. А пока что для 100 кабин монтаж завершен и готовы ввести в эксплуатацию. В управлении капитального строительства говорят, эти 200 с лишним лифтов – это первый шаг к замене устаревшего оборудования. Естественно, у нас еще в городе Красноярске, я уже как сказал, есть лифты, ослужившие более 25 лет. Это и 30 лет, и 40 лет. Но вот сейчас, именно на этой программе, в этом году мы обкатываем, как это возможно сделать, для того, чтобы до 2021 года у нас все лифты, ослужившие более 25 лет, были заменены. В среднем замена одного лифта обходится более чем в полтора миллиона рублей. Если в вашем доме лифт давно устарел, то, скорее всего, скоро придут рабочие. Подниматься пешком на свой этаж придется в ближайшие два месяца. В ближайшие три года в Красноярске заменят около тысячи лифтов. Речь идет о тех кабинах, которые служат больше 25 лет. При этом в администрации города сегодня пообещали, в приоритете будут не те дома, которые раньше попали в программу капитального ремонта, а те, в которых лифты служат дольше. Ирина Денисенко, Евгений Иванов, Афонтова, новости.